Всем привет! Вы на канале Военный Обзор, я Иван Саин, и сегодня у нас на обзоре долгожданный комплект маскировочный двухсторонний 6Ш-122 из комплекта Ратник. Но прежде чем разбираться, что здесь к чему, пройдем небольшой ликбез. Маскировочный двухсторонний костюм 6Ш-122 изначально являлся частью комплекта вещевого обмундирования 6Ш-121 для системы Ратник от штурмснаряжения. Но ввиду отказа от комплекса 6Ш-121 в пользу ВКПО, был сделан самостоятельным отдельным элементом экипировки. Изначально костюм имел немного другие оттенки камуфляжной расцветки и крой простой куртки, а не анарака. Впервые костюм был замечен на полигонных испытаниях в 27-й мотострелковой бригаде в 2012 году. Затем испытания продолжались в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, после чего данный балахон довольно быстро был принят на вооружение и стал одним из самых узнаваемых атрибутов современного русского солдата. Первое боевое применение костюм получил в Сирии российскими войсками. А подразделение сводного отряда Международного противоминного центра вооруженных сил Российской Федерации даже имел специальную пустынную модификацию данного костюма, но в ограниченном количестве. На данный момент костюм до сих пор дорабатывается, а российские военные в Сирии в скором времени получат улучшенную версию данного костюма, выполненного в новой пустынной расцветке пустынно-песочный фон с одной стороны и однотонной песчанки с другой специально для сирийского региона от того же штурм снаряжения. Но это уже отдельная история. Итак, комплект поставки данного костюма выглядит таким образом. У нас есть специальный чехол, на котором есть клеймо, указывающее о том, что непосредственно лежит внутри, даты изготовления и прочая информация, которая нас сейчас не особо интересует. Внутри чехла у нас непосредственно сам костюм двусторонний. Комплект такой. Брюки, штаны двусторонние с помочами в комплекте. Маскировочная сеть, крепящаяся на капюшон пуговицами на лицо, имеет рисунок EMR «Лето» на внешней стороне. И непосредственно куртка, выполненная в стиле, так сказать, анорак, расстегивается до пупка, ну или до солнечного сплетения. Теперь прикинем все это дело непосредственно на туловище. Костюм является демиссионным и поэтому имеет две расцветки. Я называю их весна с вкраплениями зеленого для весны и лета и осень с вкраплениями коричневого для осени и зимы. Костюм не должен быть по размеру впритык, а наоборот, на пару размеров больше, чтобы носить не только в жаркое время года поверх первого слоя белья, но и в холодное время года поверх утеплителей или бушлата, то есть восьмого слоя ВКПО, чтобы не ограничивать подвижность. Итак, теперь когда костюм одет, переходим к его близкому рассмотрению. У костюма прежде всего есть специальный капюшон, который имеет прозрачные окна и сетки на висках. На затылке регулировку специальную по размеру черепа и специальное посадочное место для маскировочной сети на лицо. Также капюшон регулируется вот этими вот двумя веревочками. На плечах и в некоторых местах на капюшоне имеются специальные стропы для размещения в них всяческих маскировочных материалов в виде веток и ветоши, похожие на окружающую местность. Подмышки на костюме имеют вот такую вот вентиляцию, выполненную из трех люверсов. Рукава у костюма на локтях усилены, имеют второй слой ткани. На рукавах есть вот такая вот регулировка. Сами рукава в этом месте подрезинены и имеют вот такой вот хлястик с перекидными пуговицами. Монорак застегивается на вот такую вот планку с односторонними пуговицами. Один ряд пуговиц на осенней стороне, один на летней. По поясу подгоняется куртка с помощью вот такого вот шнурка. Под поясной регулировкой имеются довольно-таки объемные перекидные карманы, которые могут быть как и на летней стороне, так и на зимней. Также дополнительно здесь перекидные пуговицы имеются. Низ куртки также регулируется специальным шнурком. Теперь переходим к штанам. Штаны базово укомплектованы вот такими вот специальными помочами, которые также имеют двухстороннюю перекидную пуговицу и могут носиться любой стороной, но это не имеет особого значения. Шлевок на штанах не предусмотрено, соответственно ремень в них не протащить. Вместо него здесь имеется вот такая вот эластикация резинка, она почти по всему объему пущена. И вот такие вот, опять же, специальные тесьма для того, чтобы затянуть штаны по талии, как спортивные костюмы, допустим. Но в моем случае это не нужно, так как есть подтяжки. Гульфик застегивается на три односторонние пуговицы, которые видны только с верхней стороны. С весенней, с осенней их не видно. Под поясом у нас есть два сквозных кармана, которые не имеют своего специального внутреннего пространства, но зато благодаря им можно получать доступ в штаны, которые поддеты у вас под маскировочным костюмом. И достать из них что-нибудь довольно-таки просто. Клапан можно носить как поверх, так и под низ. Здесь пуговица также перекидная. Здесь большинство пуговиц вообще являются перекидными и могут носиться как на летней, так и на осенней стороне. Сзади на жопе располагаются два врезных кармана, которые так же, как на анораке, перекидываются с одной стороны на другое при желании. В области колень, так же, как и на локтях, есть дополнительный слой ткани для повышенной устойчивости штанов к истираниям и прочим повреждениям. На конце брючины, так же, как и на анораке, есть специальная тесьма, которую можно использовать как тормоз штанины. Второй же способ ношения данных брюк является следующим. Поверх ботинок свободно, либо с затяжкой, вот таким вот образом. Но как это фиксируется, я, честно говоря, доселе не знаю. Так что лучше носить данные брюки на заправку. Теперь стоит дать пару слов о личном опыте ношения. Я, будучи опытным пользователем ВКПО, сразу просек одну из полезных фишек этого костюма. Это защита слоев ВКПО от грубых повреждений. Ткань мосхалата гораздо прочнее, чем ткань, из которой изготовлены демисезонка и бушлаты ВКПО, что, в свою очередь, продлевает срок их эксплуатации. Это раз. Во-вторых, в этом костюме, как и в любом аналогичном балахоне, можно выполнять абсолютно любые задачи разной степени подвижности. Причем не только летом, но и зимой. Свободный крой не сковывает движение и является по-настоящему удобным. Также возможно ношение, опять же повторюсь, поверх зимней одежды. Балахон подходит не только для ведения разведывательно-диверсионных действий, но и для любых других общевойсковых задач. В общем, спектр применения практически ничем не ограничен. В-третьих, костюм решает вопрос о маскировке. На моей практике это чуть ли не первый общевойсковой некоммерческий костюм, который обладает реально рабочим камуфляжем. Причем не только летним, но и демисезоном. Оценить ему камуфляжные свойства можно довольно просто. ЕМР или Барвиха с ним не идут ни в какое сравнение, разве что только флора. Опять же оговорюсь о бушлате и скажу, что осенняя сторона – отличная альтернатива зеленой ЕМР, из которой сделан восьмой слой ВКПО, то есть бушлат. В заключении хочется сказать, что это простой, практичный, удобный и универсальный костюм, которого в вооруженных силах очень не хватало. И это хорошо, что сейчас такой костюм состоит на вооружении нашей армии. На этом все. С вами был канал «Военный обзор». Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, по возможности, на которые мы будем отвечать. И делитесь с друзьями этим видео. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok